К сожалению, я не могу не спросить вас, так как мы начали обсуждать в целом картину экономики. Недавнее интервью Владимира Путина, господину Карлсону, там была такая экономическая вставка. Понятно, что это, в общем, пропаганда, и хотелось бы просто от вас, чтобы вы это дело разобрали. Владимир Путин с недавних пор очень сильно хвастается тем, что российская экономика стала первой в Европе, пятой в мире. Он там пытается сказать всегда, причем я переслушивал эти интервью, что первая по паритету покупательная, потом не говорит, что по паритету покупательной способности, сама там как-то затыкается, говорит, по объему, по объему мы первые в Европе, пятые в мире. Можно, пожалуйста, сказать, как так получается, что вроде все разрушается постепенно, но при этом первые в Европе, пятые в мире по какому-то там ППС, который Владимир Путин боится произносить. Да, ну, во-первых, вы все правильно сказали, действительно, предпринимательская жилка и изворотливость – это одна из вещей, на которых пока экономика держится. Если кто-то на вас ругается в комментариях, отправляйте их ко мне, я умею их готовить. Вот, что касается вот этой истории с ППС, вы знаете, там можно долго говорить, я могу сейчас объяснить про это все, но здесь есть очень простой ответ. Вот Украина, то есть Путин пытается свое величие, значит, сказать, что, типа, вот, за счет пересчета в ППС мы гораздо более великие, чем кажется. Так Украина-то тоже, если пересчитать Украину по ППС, так она больше, чем Норвегия, больше, чем Португалия и многие другие там развитые экономики и так далее. Поэтому почему-то здесь, вот, знаете, как это вот здесь играю, здесь не играю, у него очень-очень избирательная эта история. Проблема ППС в чем? Я думаю, что ППС пытается оценивать повседневный, еще раз внимание, да, не всю комплексную картину реальной экономики, а повседневный уровень жизни людей за счет очень примитивного набора компонентов. То есть, грубо говоря, помидоры и огурцы, да, хотя у нас тоже сейчас с этим, я думаю, сейчас мы провалимся, потому что у нас с огурцами такое творится, вон, Росстат говорит, что за январь на 26% они подорожали, этот ППС улетит к черту, да. Но, что пытается, что такое ППС? ППС это вот, типа, который говорит, что вы, условно говоря, там в африканской стране проживете нормально на доллар в месяц, потому что вы накупите мешок бататов и вот их будете есть, да. Но реально вы понимаете, что доллар с точки зрения реальной мировой экономики и свои там сберегательные инвестиционные способности, да и покупательные, там в той же Норвегии на доллар вы ничего не сможете купить, даже одну спичку, да. Вот, поэтому это не является реальной мерой экономического успеха. Экономический успех это сложная категория, которой вот не зря созданы все эти многие разные индикаторы, да. И ППС оценивает, условно говоря, сможете ли вы прожить в месяц на мешок картошки, который вы покупаете у себя в стране по своей внутренней рыночной цене. Ну, так если посмотреть на Украину, там всегда цены были очень дешевые и даже лучше, чем в России там была ситуация, и даже сейчас, насколько я понимаю, да. Так вот, если Украину пересчитать по ППС, и это вот Владимиру Путину точно не понравится, то она становится прям такой могущественной экономической державой, да. Что еще раз нам показывает, что все эти пересчеты по ППСу, это королевство кривых зеркал, что люди, ну вот он там выступал с этим в Хабаровске, где у них с Репиком была дискуссия, что мы по ППСу скоро там обгоним Японию. Я так понимаю, что над ним уже ржут там просто все над этим делом, тем более в Хабаровске там сидели предприниматели, которые с этой Японией много лет торговали и прекрасно знают, о чем здесь речь, да, и насколько это огромная действительно экономика. Россия по масштабам не потянет даже на японскую префектуру какую-то, да, по своим экономическим масштабам. Поэтому, ну, Путин пытается, он пытается выдрать из контекста какие-то фразы, из них слепить вот эту иллюзию, что у нас все хорошо. Но у меня вот совет, кто его мониторит, а вы отмотайте на год и посмотрите, что он год назад про экономику он говорил. А говорил он, что у нас инфляция 3%, мы ее победили. Хочется спросить, Владимир Владимирович, а как теперь с этим делом стоит, да? Он говорит, что мы выходим на траекторию устойчивого роста и теперь только будем вот расти, расти, расти. А мы сами начали с вами с того, что экономика в конце 23-го года сильно замедлилась. Результаты по году для реального сектора очень-очень слабые. Промышленность в небольшом плюсе только из-за военки, сельское хозяйство и транспорт в минусе, да? Вот, так что где? Где инфляция 3%, где, значит, траектория устойчивого роста? Поэтому он уже это не может говорить, потому что все это развеялось, как с белых яблонь дым. Поэтому у него с такой частотой в последнее время вылазит это пятое место по ППСу. Потому что больше-то сказать нечего. А что такое ППС? Простой народ не знает, там сиди тихо. Это, знаете, как анекдот, значит, как там жена мужа после работы все время спрашивала, что ты сразу в койку, в койку, значит, давай поговорить не хочешь? Он поворачивается к ней и говорит, ты Рембрандта читала? Она такая опешившая и говорит, нет. Он говорит, ну все, тогда в койку, да? Вот это примерно стилистика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова